Привет, друзья! Вряд ли вы будете спорить, что игра Лианеля Месси это искусство. Она как музыка Моцарта, как живопись Рембрандта и как неповторимый вокал Поворотти. Если и уместно сравнивать с кем-либо этого футбольного гения, то только с другими гениальными людьми. Какие только уловки не придумывают соперники, чтобы остановить кудесника мяча или помешать ему точно пробить. Порой это выглядит забавно, но чаще всего грубо и даже подло. Хотите увидеть, на что готовы пойти футболисты, которые играют против самого грозного форварда современности? Тогда не буду вас больше томить. Поехали! В матчах Эль Классику нервы всегда на пределе, а эмоции зашкаливают. Но одно дело силовая борьба и неумышленное нарушение, и совсем другое откровенные удары из-под тяжка. К одному из таких подлых приемов прибегнул Марселло, в надежде запугать и вывести из равновесия лидера атак Барселоны. Прорываясь к воротам Реала, Лео в фирменном стиле обыграл Казимиру, но приблизившись к Марселло, нарвался на отмашку и рухнул на газон с разбитым носом. Причем опытный защитник нанес удар так, что арбитр этого не заметил, поэтому и не остановил игру. Системы вар тогда еще не было, и нарушитель остался безнаказанным. Зато наказана была вся команда Реала, получив два гола от разозленного Месси и проиграв принципиальному сопернику на своем поле. Лучшее мести и не придумаешь! Как Месси выполнять штрафные, знают все команды Ла Лиги. Но это им не помогает, потому что волшебная левая аргентинца стреляет настолько хитро и точно, что не спасает ни стенка, ни отчаянные прыжки вратаря. Приходится придумывать что-то необычное, как это сделали футболисты Реала Сосъедад, пытаясь сбить Лео с прицела. Трое игроков встали в стенку, двое перекрыли углы ворот, остальные рассыпались по штрафной и вратарской, занимая зоны, куда может отскочить мяч. Решил схитрить и капитан Барсы, и вместо прямого удара выполнил закрученный навес в надежде, что кто-то из своих головой переправит мяч в ворота. Но вышло немного не точно. Зато точным был пенальти в исполнении Месси, который принес победу его команде и позволил уйти лидерам на вынужденный перерыв. Высочайшая скорость Лионеля Месси – головная боль защитников любой команды. Иногда они фалят неумышленно, потому что аргентинец на долю секунды оказывается быстрее, но нередко сознательно идут на нарушение, чтобы спасти команду от верного гала. В первом эпизоде игрок Атлетико Томаш Уйфалуши, возможно, и пытался сыграть мяч, но шел прямой ногой и форвард Барсы покинул поле на носилках. Во втором Карвалью явно проигрывал в скорости и ничего лучше не придумал, как откровенно скосить взрывного нападающего каталонцев. И что самое удивительное, отделался всего лишь предупреждением. А вы как думаете, друзья, тянет это нарушение на красную карточку или судья прав? Напишите об этом в комментариях. Порой соперники устраивают настоящую охоту на Месси, а когда ей это не помогает, у них начинают сдавать нервы. Здесь игрокам Реала надоело безуспешно гоняться за быстроногим и маневренным нападающим, и его решили банально сбить. А когда Лео оказался на газоне, Пепе в очередной раз напомнил о себе, как об одном из самых грязных защитников. Проходя мимо, он как бы невзначайно ступил форварду Барселоны на руку. Но не хочется заканчивать на негативе, поэтому предлагаю вашему вниманию комичный эпизод, в котором защитник Валенсии Марк Вальенте Эрнандес придумал оригинальный способ остановить Месси в буквальном смысле слова, приклеившись к нему. Какое бы вы название придумали для этого смешного момента, напишите в комментариях. Интересно, что у вас получится и как далеко зайдет ваша фантазия. А на этом все, друзья. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, а кто еще не подписался на канал, немедленно исправляйтесь. До скорого!